Всем привет, это Радиошоп. У меня сегодня дальномер UT390H. Это один из самых недорогих юнитовских дальномеров. Тем не менее, он не самый дешевый на рынке. То есть, есть еще дешевле. Что сразу бросается в глаза? Это двухкомпонентный корпус, то есть, два пластика. Они на ощупь даже отличаются. Красный, черный. Особого значения это не имеет, но... Тем не менее, отметить стоит. Чтобы начать работать, никаких специфических действий производить не нужно. Вы нажимаете кнопку, он сам включается, сам проводит калибровку. Вы только выставляете режимы замеров. То есть, можно измерять просто длину какую-то и автоматом проводить математические вычисления. То есть, сложение либо вычитание, квадратичные функции. Это все сейчас я вам покажу. Например, если у нас есть ситуация, когда нам нужно от одной длины отнять вторую длину. Что мы делаем? Отмеряем первую, нажимаем минусик. То есть, мы выбираем математическую функцию вычитания и измеряем вторую длину, второй отрезок. И у нас на экране и длина второго отрезка, и разность первого и второго отрезка. Все очень просто. При этом у нас есть возможность выбрать, откуда дальномер будет измерять. То есть, он может измерять со своей верхней части. То есть, откуда отходит луч. А может измерять и с торца прибора. То есть, есть кнопочка и есть индикатор. Показывается. Вот. Тут мы измеряем сначала прибора. Переключаем, измеряем с подошвы. То есть, по нижней грани. В приборе есть, в памяти записана длина прибора. И он автоматом добавляет эту длину. Если нам, допустим, нужно измерить периметр комнаты или всех комнат в квартире. Что делаем? Выбираем математическую функцию сложения. И идем по каждой стене. И измеряем ее. У нас на экране четыре строки. То есть, мы будем видеть три последних измерения. Плюс сумму того, что мы намерили. Точно так же измеряется площадь квадрата, либо площадь треугольника. Можно вычислить объем. Все это делается автоматически. Прибор будет показывать, что именно мы сейчас измеряем. То есть, вы не перепутаете. На корпусе есть небольшой пузырьковый уровень. Он позволяет более удобно делать измерения на полную дистанцию. То есть, на 50 метров. Еще стоит отметить комплектацию. То есть, здесь есть и на запястье ремешочек. И очень удобный чехол. Тут боковые стороны у чехла. Они резиновые полностью. Резиночка. То есть, очень удобно вставлять. Очень удобно вынимать. Чехол защитит немного от воды. Если вы, допустим, работаете под дождем. Либо в мокром помещении. Немного защитит от пыли. Но не на 100%. Тут же есть и петля, чтобы цеплять за ремень. То есть, петля очень большая. Она как на обычный ремень подойдет, так и на ремни армейского типа. То есть, широкие. На строительные специальные. То есть, чехлу претензий нет вообще. Он замечательный. Ну и давайте посмотрим, насколько удобно им пользоваться на практике. Вот я, допустим, принес квартиру, где я работаю. Достаю, как будто бы первый раз. И вставляем батарейки. Батарейки вставляются в самый первый раз. Очень туго. Пружинка очень такая тугая. Но, тем не менее, проблем с этим не должно возникнуть. Кстати говоря, от аккумулятора прибор должен выполнять 8000 измерений. Это гарантирует производитель. Я не покупаю дорогие аккумуляторы на такие приборы. Пользуюсь самыми дешевыми батарейками. Их хватает. Ну, трудно оценить 8000 измерений или нет. Но, тем не менее, очень много. Итак, мы включили. Он сразу откалибровался. Выбираем функцию, какую мы будем использовать. Либо площадь, либо просто измерять расстояние от стены до стены. Выбираем, откуда будем мерить. С какой части прибора. И проводим измерения. Прицелились. Нажали. Вон, измерил. Ну, примерно вот так это выглядит. Ставим к стене вплотную. Чтобы ремешок не мешал обязательно. Прицелились. Второй раз нажимаем. Он делает замер. Все, 365. Даже 66. Видимо, стены разошлись почти на сантиметр. Очень легко и быстро измеряется, допустим, проем под коробку. Дверную. То есть, мы ставим в нужное нам место. Нажали раз. Прицелились, так сказать. Второй раз нажимаем, измеряем. Пожалуйста, 92 сантиметра. Все очень быстро, все очень легко. Если бы у меня была рулетка, мне надо было либо растянуться на 92 сантиметра, либо искать помощника, который будет держать, либо чем-то фиксировать рулетку с противоположной стороны. Это не всегда удобно. Даже, я бы сказал, не всегда возможно. Зато с лазерным дальномером все эти измерения проводятся очень быстро, четко, с максимальной точностью. И вообще, это очень удобный прибор. Я всем рекомендую, кто работает с рулеткой, бросайте в эти рулетки. Купите один раз себе дальномер. Хотя бы такой. Он недорогой. Он стоит 850 гривен. Чуть меньше, чем 850 гривен. Использовать его очень легко. То есть, учиться там особо не нужно. Всем рекомендую. Всем спасибо за просмотр. Пока. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. Напишите что-нибудь в комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Заходите в наш магазин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok